Микс Ньюс Ну а у нас сейчас напрямую в телефонной линии украинский обозреватель и политический аналитик Андрей Бузаров, который ранее рассказал, что должен был лететь тем самым роковым рейсом. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Сейчас в Тегеране. Здравствуйте. Расскажите, Андрей, хронологию событий. Как так вышло, что вы должны были, но в итоге не полетели самолетом, потерпевшим крушение? Да, я сейчас нахожусь, как я сказал, в Тегеране. Если вдруг связь будет пропадать ранее, извините, поскольку здесь возможность очень серьезная с работой интернета, в принципе. Дело в том, что изначально, когда я летел на конференцию, Тегеранский диалог был форум, который приходит каждый каждый год, я, когда покупал билеты в Киеве, официально 4-го числа, я планировал взять на 8-го число, потому что виза открыта на непродолжительный период, плюс конференция заканчивалась 7-го числа. И фактически меня работник Малку уговорил, что я взял 9-го число, потому что дешевле билет был на 9-е, а не на 8-ое число. И я сам за свои личные средства захотел остаться еще на 1-й день, чтобы просто побыть в Тегеране погулять. И фактически в последний момент я решил купить на 9-е число. И у меня билет был на 9-е число, и когда произошла страшная трагедия, то Малку в Украине, естественно, отменили рейс мой, который должен был быть, и этим же бортом, скорее всего, доводим лететь, потому что бортов не так-то много летают из Украины мира. В то же самое время, в 5-25-15, но уже 9-го числа. Поэтому волею судьбы, я оказался в такой ситуации, в которой, к сожалению, общая региональная ситуация не способна, скажем, даже к улучшению всех вопросов, потому что параллельно с моим приездом сюда были похороны с Уримами 6-го числа, параллельно обстрел произошел в Ираке, и параллельно в общем-то региональная ситуация ухудшилась. Ну и, естественно, трагедия произошла с украинским самолетом уже позже. Андрей, расскажите, как вы узнали, при каких обстоятельствах о том, что самолет разбился, какие эмоции при этом испытали и что чувствовали вообще? Я фактически эту ночь не спал, потому что я тогда занимался работой и уже где-то часа в четыре я узнал о том, что произошли какие-то обстрелы. Начали писать об этом в интернете, иракской территории, военные базы, но пока еще ничего не было известно. И потом фактически в 7 часов ко мне приехал мой друг иранец и показал мне, что что-то произошло в районе определенного, потому что самолет упал не в Тегеране, а в пригороде Тегерана. И по тем данным, которые у нас уже сейчас есть, которые есть в куличной сфере, самолет упал в 6.15, хотя должен был лететь в 5.25. то следовательно час после трагедии, то есть час-два, еще пока никто ничего не знал, потому что знакомый мой иранец, который приехал, он читал эти новости в местных социальных сетях. И в местных социальных сетях еще не говорили о том, что конкретно это произошло. Мне он сказал, поврежден самолет, какое-то повреждение украинского самолета, но по факту уже через час-через два все узнали, что это было крушение, никто не вышел. Поэтому приблизительно 2-3 часа после трагедии никто еще не понимал реальный масштаб трагедии. Да, по поводу ваших эмоций, когда вы узнали, что самолет, в котором вы могли лететь, разбился? Я сначала не осознал, на самом деле, все, что произошло. Я первое, о чем начал думать, кто был на борту, сколько было иранцев, сколько было украинцев, сколько было человек, летел ли кто-то еще из моих знакомых. Но я один приехал из Украины на эту конференцию из экспертов. И, естественно, сначала ты не сознаешь, насколько тебе повезло в твоей ситуации. Но при этом, ты одновременно понимаешь, насколько трагично все это было для родственников и для людей, которые погибли. И ты понимаешь, насколько совпадений негативных могло произойти в жизни за 2-3 дня. Начиная от обстрелов, заканчивая трагедии, общие региональные ситуации, много-много всего. Поэтому, когда ты куда-то идешь, нужно всегда изучать общественно-политическую ситуацию той страны, куда ты приезжаешь. Спасибо, Андрей. С нами на прямой телефонной линии был украинский обозреватель и политический аналитик Андрей Бузаров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...